Друзья, всем привет! Мы сейчас начнем наш эфир про Стаса. На самом деле эфир у нас это будет Коэндэй Стасу. Он будет сидеть в кадре, я буду сидеть немного за кадром и задавать им вопросы, которые мы от вас собрали. Очень много крутых вопросов, больше ста, мы все аккумулировали и будем отвечать. Так что я вам оставляю в кадре Стаса и сама, сама рядышком. Запись, мы планируем сделать запись, но оставайтесь лучше с нами. Чтобы наверняка. Друзья, всем привет! Я надеюсь, что видно-слышно? Скажите, видно ли, слышно ли? Сегодня я, собственно, персоной, известный вам многим, наверное, как бессменный муж Кати, а также автор, наверное, доброй половины всяких видео и фото в ее блоге. Отвечу вам на вопросы, которые вы задавали в всяческих каналах Art of Career. У меня сегодня самый высококвалифицированный ассистент с тремя высшими образованиями, которые мне будут показывать вопросы, поэтому если я буду коситься в сторону, не обессудьте. Ну вот. И давайте, наверное, я... Значит, какой план, я думаю, будет сегодня? Я, может быть, в пяти минутах быстро расскажу свою биографию, чтобы вы представляли, что у меня за путь. Дальше мы посмотрели на вопросы, которые вы прислали. Там большинство было про консалтинг, но были еще вопросы в целом про путь, про учебу за рубежом и т.д. Поэтому, наверное, будет минут, может быть, пять я представлюсь, минут десять будут вопросы про мой путь, почему он был именно таким, а дальше, может быть, минут сорок будет вопрос скорее про консалтинг. Ну и в конце минут пять мы подведем итоги и расскажем, что у нас есть для вас интересного. Там есть определенные сюрпризы, которые мы хотели поделиться. Ну что, давай начинаем тогда? Давайте. Значит, я сначала все-таки скажу, там, пять минут, как я предлагал. Я представлюсь и расскажу, какой у меня был путь, что мне привело в этот прекрасный вечер за этот стол рассказывать вам о своем прошлом. Значит, меня зовут Стас, Стас Завьялов. Я родился и вырос в Эстонии. После этого я четыре, вернее, пять лет жил, учился в Англии. Я окончил Оксфордский и Кембриджский университет по специальности теоретическая физика. Для тех, кто ближе к теме, моя специальность – теория струн. После чего я сделал крутой поворот и решил не оставаться в Англии. Переехал в Россию, поступил, вернее, поступил, попал в McKinsey, пришел туда как fellow associate, то есть младший консультант. После чего я проработал в McKinsey четыре с половиной года в Москве, а затем два с половиной года я проработал в Париже и дорос я до роли, который называется «Младший партнер». И вот буквально во вторник я ушел из McKinsey, подписал заявление. Так что сейчас я безработный. Ближайшие еще три дня, скоро я уже снова буду с работой. А что будет для работа? Это был очень частый вопрос, но я, чтобы создать интригу, расскажу вам в самом-самом конце. Оставайтесь с нами. Voilà. Вот такой был мой путь. И дальше были вопросы про… Давайте я немножко отвечаю вам про этот путь, более детально расскажу. Был первый вопрос про почему я ушел из физики. Действительно, я долгое время думал, что я буду физиком. Я когда учился в школе, я занимался олимпиадами, я ездил на так называемые международные олимпиады, получил немало медалей и специально-направленно пошел на физфак, потому что мне нравился этот предмет, мне нравилось, что он у меня получался. И я благополучно окончил этот физфак с хорошими результатами. Но на самом деле где-то уже на полпути я понял, что есть на самом деле две разные физики. Есть физика, где нужно что-то исследовать. Вот это то, чем занимаются PhD, профессора в университетах. А есть та физика, скорее, скажем так, бакалаврская-магистрская, где ты изучаешь очень крутой, очень классный предмет на лекциях в университете. И я быстро понял, что на самом деле, что мне нравилось, это мне нравилось изучать физику как предмет, скажем так, как наблюдатель, а не создавать физику, чем занимались ребята в, скажем, PhD, студенты, профессора. И эту разницу можно было почувствовать на магистрском уровне, когда тебе дают написать магистрскую работу, и тебе уже нужно что-то самому исследовать, изучать, теоретизировать и т.д. Вот это было не про меня. Мне было гораздо прикольнее прийти и послушать новую лекцию на крутую тему, которую самые лучшие, блестящие умы человечества вынашивали столетиями. И вот эти мысли, которые были сконденсированы в такую интеллектуальную вакцину, водное сейчас слово, они буквально вот вгонялись в кровь каждое утро. И это прямо было такое интеллектуальное, в общем, интеллектуальное немножко будоражило. Каждый день это была такая слегка наркотическая машина, и это было очень круто. Если бы можно было так всю жизнь, я бы, может быть, так всю жизнь не делал. Но в какой-то момент ты понимаешь, что вместо этого надо начинать, надо, так сказать, отключаться от этой машины счастья, надо брать кирку, спускаться в шахту и начать махать киркой и вырабатывать там эту новую руду, из которой будет выработана новая вакцина, правда, для следующих поколений. И я понял, что на самом деле вот эта деятельность мне не нравится. Мне нравится быть подключена к машине счастья, а вот махать киркой мне не очень нравится. И в этот момент я решил сойти с дистанции. У меня был интересный выбор на тот момент, когда я уходил. Можно было пойти все же на перечипа технической физике, в очень крутые вузы, в Англию или в Америку переехать. У меня еще был вариант хедж-фонд. На самом деле я уже когда раньше в университете понял, что надо потихоньку отчаливать, я стажировался в институционных банках в Лондоне. Это достаточно частая история. Ребята источных наук из Оксфорда Кембриджа, они понакатанно отправляются в эти свои банковские дома. В общем, я там постажировался, и поэтому у меня был вариант пойти еще в хедж-фонд и банковское дело. И McKinsey, на самом деле, возник относительно случайно в последний момент, когда я искал по личным причинам возможность переехать, кстати, во Францию. Это вообще было не связано с моей текущей жизнью, это было очень давно. Но я пытался найти, что же может быть такого, куда можно поехать во Францию по работе. McKinsey всегда был как-то на слуху. Во-первых, это была та компания, которая приезжала в Оксфорда Кембридж нанимать ребят. Я знал про то, что есть консалтинг, а если есть консалтинг, то есть McKinsey, как там номер один. Я всегда про них знал, но, честно говоря, особо не стремился. Пока вот в последний момент не возникла этот вариант с компанией, которая, в принципе, готова была бы меня рассмотреть на роль во Францию. А когда я туда подавал, я еще достаточно, грубо говоря, по инерции поставил еще галочку на Москву, потому что, ну, Москва, интересно, никогда не жил, я вообще в России ни разу не жил. Был там, может быть, пару раз как экспат, хотя я из русской семьи, у меня русская фамилия, но у меня европейский паспорт, и в России, соответственно, я был только как экспат, в гости переезжал в Ринский театр сходить из Эстонии. И, соответственно, я поставил эту галочку достаточно случайно, но московский офис с свойственной моей эффективностью взял меня в оборот, начал со мной общаться, рассказал мне, что какие проекты на тот момент, это был 2014 год, какие проекты на тот момент были в офисе. Я послушал и понял, что это какой-то крутой стык, это крутой стык, во-первых, интересных задач, интересных и прикладных, а во-вторых, достойные все-таки компенсации, классные карьеры и так далее. Потому что в моей теоретической физике я изучал, чтобы вы понимали, я изучал проблемы воображаемых черных дыр, даже не настоящих воображаемых, в 28 измерениях, полностью отличенная вообще от жизни деятельность, очень интересная, я глубоко обожаю эту тему, но максимально далекая, конечно, от реальной жизни. А в консалтинге сохранялись эти интересные задачи, я не буду рассказывать, какие, но вот то, что описывали тогда, было очень близко мне по духу, как начитавшимся в урбанистике, начитавшимся, не знаю, блогов или варламов и т.д., про то, что можно строить великое прекрасное будущее в отдельно взятой России. Я подумал, что круто, вот есть какой-то способ прикоснуться к высокому и переехать в Россию за этим делом. Почему не IB? Почему не IB? Потому что я был в IB, но я бы стажировался в двух инвестиционных банках до консалтинга, и у меня было такое впечатление, у меня был первый инвестиционный банк, где я работал скорее на технологической стороне, ну, как кодер, и у меня была стажировка там 9 недель, из которых мне через 5 выдали компьютер, при том, что я стажировался как кодер. Но я решил, что, наверное, в эту организацию я не хочу. А дальше у меня была стажировка в Маркетс, то есть отделение, которое занимается... Прошу прощения за шум, тут у нас кто-то пытается к нам вломиться. А дальше была у меня стажировка в Маркетс, отделе, которое занимается работой с рынками капитала. И в Маркетс у меня было такое ощущение, что это был английский банк, очень традиционный английский, и там был такой немножко, значит, Oxford and Cambridge Boys Club. Что я имею в виду? Что там была определенная дисциплина, там у меня была ситуация, я был стажер, и как-то была ситуация, когда на каком-то митинге я позволил себе усомниться в правильности слов директора на деске. После этого мне намекнули, что нужно вообще-то уважать, сдать место, уважать старших и не высовываться. Я подумал, что это как-то неправильно. Там была хорошая ситуация, можно было остаться, но мне как-то не понравилось, что словно, если ты там, так сказать, не шичин, то твое мнение списывается из счетов. И в этом смысле, кстати, Константик сильно превзошел вот мой экспириенс из IB, потому что там есть вот культура obligation to descent, там, если ты даже стажер, там ты имеешь право высказаться и т.д. Вуаля. Значит, это то, почему я не пошел в IB. После этого я рассматривал еще хеджфанды, то есть не совсем IB, а такие финансовые компании. Что-то пытается к нам вловиться. Финансовые компании. Но, кстати, у меня тоже была смешная ситуация с этими хеджфандами. Я собеседовался на техническую роль в хеджфанд, и очень хорошо пошло интервью, там они готовы уже продать офферы, и, собственно, его и дали. Но там был вопрос, который я должен был задать в конце собеседнику, то есть обратное интервью. И я спросил что-то в духе, что вас заставляет выбираться из кровати утром, почему вы хотите заниматься вашей деятельностью. И уважаемый мне сказал, что, ну, я чувствую себя маслом на шестеренках капитализма. А я подумал, что, ну, прекрасно, ну, вот ты чувствуешь себя дальше, я, наверное, не пойду туда, где надо чувствовать себя маслом на шестеренках капитализма. Причем, таким образом, я ушел из физики, и оказался в консалтинге. Что касается того, был интересный вопрос по поводу того, не кажется ли мне, что я много лет отдал физике зря. И мне кажется, что нет. Я, скажем так, физика безумно прекрасный предмет, очень глубокий, про истинное познание природы вокруг нас. И все же мне кажется, что, скажем так, я выучил определенный язык, который позволяет мне, когда я читаю новые статьи и новый ресерч на эту тему, понимать, о чем он, и как-то еще глубже усваивать то, что происходит вокруг нас, на языке таком, ну, скажем, уже не журналистском, да, потому что можно зайти, не знаю, на BBC почитать, а можно почитать какие-нибудь первоисточники или хотя бы такие околонавочные публикации, типа там, как называется, господи, ну, типа American Scientist, и в Англии есть аналогичный журнал, я забыл, New Scientist или что-то такое, и понимать, что что происходит. И вот это очень крутое ощущение. А на самом деле, как я говорил уже, продолжая заниматься фундаментальным исследованием, я не очень хотел, это было мне не близко. И еще одна мысль, что физика была суперполезна как определенный, скажем, способ думать, как, значит, способ овладать действительно сложными концептами, после которых тебе не кажется, что тебе что-то может быть не по плечу. И у меня на эту тему есть прекрасная история, как, когда я собеседовался как раз, кстати, в IB, вот это был второй курс университета, я был еще такой совсем физик, я не понимал вообще, почему меня позвали, как физика на собеседовании в банке, я же не экономист, не бизнесмен. И в какой-то момент я тоже в конце спросил, а зачем вам, зачем вам физики, у вас же там есть бизнесмены, экономисты, я же там не знаю вашу эту экономику, вообще не понимаю. Они спросили, ты квантовую механику как-то там понимаешь? Я говорю, ну, как, понимать, наверное, сложно сказать, но посчитать смогу. Они такие, ну, вот, если ты квантовую механику понимаешь, то всем финансам, которые тебе нужны, мы тебя на месте научим. Вот, и мне кажется, это вот такое ощущение, что действительно ты соприкоснулся с очень тяжелыми задачами, и концептуально, и интеллектуально, что, грубо говоря, дальше море по колено. Вот, да. Это мое ощущение от физики по поводу того, что зря или не зря я, сказать, изучал ее. То есть я абсолютно не жалею об этом выборе, я бы ни за что это не применял. Но, может быть, бы я еще добрал чистой математики, мне немножко не хватило. Вот, именно с точки зрения интеллектуальной глубины и тяги к опознанию. Вот, а помимо этого, честно говоря, нет. Как вот сказали, как сказали эти банкиры, всему, что нужно, меня научили на месте. Вот, такой был вопрос. Что касается того, что делать, что будет дальше после McKinsey, я еще расскажу, как говорил в самом конце. Вот, по поводу не хватало ли в консалтинге задач, которые требовали глубоких знаний физики и математики, честно говоря, нет. То есть в консалтинге мне с лихвой хватало всех знаний, которые я получил. Возможно, даже, окей, ну, может быть, на первом курсе там еще было пара вещей, которые были полезны, типа линейные алгебры. Но больше ничего сложнее точно никогда мне не нужно было. Чем я занимался в McKinsey, был вопрос. Я, наверное, здесь полезно сделать переход вообще в консалтинг. Давайте я расскажу, как выглядела моя консалтинговая карьера. Если будут еще вопросы про физику и ZD, я очень рад, это вообще мой любимый предмет, поэтому, безусловно, буду рад рассказать про то, каково было физики, каково физики, после физики, вернее, работает бизнес. Значит, про McKinsey. Я пришел в 2014 году в McKinsey на должность Fellow Associate, то, что называется младший консультант. Младший консультант, если кто не в курсе, это такая автономная боевая единица, у которой есть свой там спектр задач. По большому счету, все роли от стажера до, может быть, полноценного ассоциатора, консультанта, они более-менее одинаковые по сути работы. У тебя есть кусок задач, и ты за него отвечаешь. Но они, конечно, отличаются, может быть, по ширине этого куска задач, ну, и по зарплате отличаются. Вот. Я пришел как младший консультант. Я пришел изначально работать скорее не с банками. Я вот целенаправленно приходил делать скорее проекты такого городского уровня, уровня страны. И на самом деле мой первый проект был суперкрутой. Я не могу о нем рассказывать, потому что он все еще конфиденциальный, то, что мы там делали. Но, скажем так, вот это был проект, который влиял бы на жизнь, там, 15 миллионов человек ежедневно, если бы он был имплементирован. Потом случился Крым, потом случился скачок рубля, и внезапно вот эта деятельность по, скажем, с государственными структурами немножко поубавила обороты свои в московском офисе. И тогда мое банковское прошлое меня настигло, и меня заловила банковская практика в начале 2015 года. И с тех пор, с начала 2015 года по, ну, вот, собственно, сейчас, конец 22-го, и занимался практически только банками. Во всех разных, во всех их разных ипостасях, географиях, разрезах и областях деятельности. Например, в том числе я делал проекты по маркетинг и сейлс, по росту, по развитию, по рискам я в последнее время много работал банковским, по оперейшнс, в принципе, все, что угодно. Любой, вот, то, что называется, функция банки, наверное, все я делал. И косткатинг делал, очень неприятно, очень неприятные упражнения. Ну, в общем, мне кажется, весь спектр я покрывал. И работал я на самом деле так, что я достаточно быстро переехал, вернее, перестал работать только в России. В чем преимущество McKinsey и других классных консалтинговых фирм? В том, что они, правда, международные. У тебя есть возможность поработать, на самом деле, где угодно на земном шаре. Есть определенный внутренний рынок вакансий, можно так сказать, ну, вернее, внутренний рынок проектов. И на эти проекты любой желающий может претендовать. То есть появляется анонс, что, допустим, на следующей неделе в Нью-Йорке стартует такой проект по банковским рискам. Нам нужен сильный консультант, ассоциат. Кто хочет, налетайте. Ну вот, и, соответственно, есть там определенные пляски вокруг процесса стаффинга, когда проекты ищут себе консультантов и наоборот. И в этом режиме можно, если поставить такую задачу, можно взять и уехать поработать на какой-то проект. Вот так я сделал уже где-то, мне кажется, через год и три месяца был мой первый проект за рубежом. Я поехал в Австрию, в Вену. Потом я провел очень много времени в Штатах. Я был, наверное, в общей сложности полгода, наверное, в Штатах между Нью-Йорком и Сан-Франциско. Я был в Азербайджане, я был в Бангкоке, у меня был феерический проект. Я только не был. Ну, в общем, получилось действительно очень много поездить по всему миру. И что действительно круто в этих фирмах, то что тебе, по сути, открыт весь мир. Хотя бы, чтобы сделать проект. Дальше, если ты хочешь, может быть, еще перевестись и остаться, это вообще тоже отдельный разговор, отдельная возможность, что я и сделал. Но в первую очередь есть вот такой большой внутренний рынок международный, вакансий. Вот. И, кстати, в этом смысле было полезно, что я занимался банками, потому что эту экспертизу легко экспортировать. Если бы я занимался там всем подряд, сегодня шахтами, завтра банками, послезавтра ритейлом, было бы немножко сложнее себя продавать. А я сделал созданный выбор, ну, практически с первого дня, вот там с третьего месяца, что я буду заниматься банками. И это гораздо проще продать, потому что ты пишешь потом в Нью-Йорк, что я опытный ассоциат, я там уже сделал пять проектов с банками, возьмите меня. А они такие, приезжай. Вот. Поэтому вот такой у меня был путь. Я много работал за рубежом. В какой-то момент, после четырех с половиной лет работы в McKinsey, к этому моменту я уже встретил Катю. И у нас уже были достаточно серьезные отношения. И мы подумали, что как-то достаточно спонтанно возникла идея, что а не переехать бы нам? Не переехать бы нам, в плане, что ну, почему бы и не пожить где-то еще? Потому что я вообще в России экспат. Катя очень легко на подъем, она училась за рубежом и жила за рубежом какое-то время. И мы подумали, что можно куда-то переехать. Сказано, сделано. Мы посмотрели, что проще всего, на самом деле, было бы переводиться мне в Штаты, потому что я в Штатах больше всего работал. И у меня были там определенные зацепки в Сан-Франциско, в Нью-Йорк. И мы, на самом деле, уже собирались, наступалились в Штаты. Но в какой-то момент, в последний момент, пришло письмо из Парижа, что Париж приглашает опытных руководителей проекта с опытом именно в финансовом секторе, то есть банками. Я такой, может быть, в Париж? И Катя такая, давай в Париж. Вот так мы и решили поехать в Париж. На самом деле, фильмы в этом смысле тоже очень легкие на подъем. что если вы хотите куда-то переехать, то это можно. Я, мне кажется, не знаю, наверное, никого, ну да, можно сказать, что никого, кто, если бы поставил себе такую цель переехать куда-то, вот по работе, кто бы не переехал. Другой вопрос, что не все хотят, потому что есть ребята, которым в России очень комфортно, это абсолютно нормально. Ну вот, нам захотелось переехать, и, к счастью, фирма очень либеральна в этом смысле. Если человек хочет переехать, они понимают, что лучше его поддержать, и чтобы фирма не потеряла этого классного человека, а не терять его до фирмы в целом, если он решит уйти и переехать как-то другим способом. Вот, поэтому последние два с половиной года я как руководитель проектов перевелся в Париж и повысился до ранга младший партнер. Это моя текущая роль, вернее, моя роль до позавчера, которая у меня была. А что будет дальше, это мы еще с вами обсудим. Так, пару вопросов по поводу этой работы. Например, сложно ли выйти на международный рынок? Имеется в виду, сложно ли поехать в международный проект? Там знаете, там как есть, там есть определенные волны. То есть, есть волна, когда, например, в России всплеск, бум бизнеса, просто куча дел, работать некому, всех просят вернуться поскорее, чтобы поработать на родных российских проектах и, скажем так, гораздо менее охотно разрешают улететь куда-нибудь. Потому что всегда нужно все равно согласование. Там от московского офиса тоже. А дальше бывает наоборот, пики, вернее, такие антипики, когда активности меньше, ребят слишком много, и почему бы тогда не отправить их поработать куда-нибудь еще? Там есть ряд причин, почему это хорошо и для офиса тоже, в том числе экономически. То есть, они как бы сдают своих ребят в аренду, грубо говоря. Вот. И на такой момент можно, конечно, благополучно в эту волну строиться, и там буквально контора организует тренинги по тому, как заставиться за рубеж, как лучше найти проект за рубежом. То есть, нужно просто подождать правильной волны. Может быть, эта волна, мне сейчас сложно сказать, я чуть дальше от московского офиса, чем я был когда-то. Может быть, эта волна сейчас схлынула, но она, безусловно, вернется снова. Так. Так, эфир, я так понимаю, что мы попытаемся сохранить, по крайней мере, лучше оставайтесь с нами, но мы постараемся сохранить. Был хороший вопрос. Походить по отраслям, да. Вот был вопрос, можно ли походить McKinsey по отраслям. Ну и, кстати, я когда говорю McKinsey, на самом деле, это мой опыт, но имейте в виду, что вот есть еще другие компании, типа BCG и eBay, которые очень похожи. Поэтому не ограничивайте свое поле зрения. Но в частности, давайте я буду говорить McKinsey, подразумевать большую тройку. Да, можно. То есть, многие ребята так, на самом деле, почему они приходят в эту компанию, потому что они еще не знают, что для них нужно. То есть, я когда последующий выпускник, я вот, кто его знает, где я хочу работать? Я хочу работать в ритейле или, не знаю, в нефтянке или в банках. Непонятно. Поэтому, что в таком случае делать? В каком-то смысле, это такой бесплатный, ну, даже платный, скажем так, платящий вам урок профориентации, что вы пробуете для себя ряд индустрий, достаточно точно, и через там 2-3 месяца заканчивается проект, если вы понимаете, что, боже мой, нефтянка, это какая-то полная вообще, полный финиш, что я никогда не пойду, вы такие, ну, все, достаточно. Дальше пойдем попробуем банки или там пойдем попробуем ритейл. И, да, конечно, можно. Я даже так бы сказал, что на младших рангах в компании это поощряется и приветствуется. На самом деле, даже с некоторым замешательством, может быть, смотреть на тех, кто работает только в одной индустрии, потому что, ну, считается, что это как-то сужает немножко кругозор. Я это, в свою очередь, компетировал тем, что я много ездил за рубежом. А вообще, от младших коллег ожидается, что они, да, и там поработают, и сям, и они продемонстрируют, что они готовы наносить клиенту непоправимый импакт вне зависимости от обстоятельств и индустрии. Поэтому, да. Но в какой-то момент надо будет специализироваться, потому что, скажем, как, там, может быть, старшему руководителю проектов или младшему партнеру, у вас уже должно быть, у вас должен быть очень сильный value proposition, то есть, то, зачем вам будет звонить какой-нибудь senior партнер. Да, value proposition, также известный, как личный бренд профессионала. То есть, должно быть понятно, зачем старший партнер позвонит именно вам, а не вашему соседу, когда у него возникнет какая-то релевантная возможность. Поэтому, да, до какой-то пары это приветствуется, с какого-то момента будет требоваться, чтобы вы уже четко знали, про что вы. Был вопрос про многочасовую работу, стресс-консалтинге. Да, это, конечно, вообще камень петкновения, это очень большой вопрос, важный. По поводу работы в консалтинге, что, в среднем, безусловно, это сложная работа по часам, по ментальным усилиям, которая, конечно, еще и хорошо компетирует и деньгами, и возможностями для роста, и возможностями переезда, кому что нравится. Но эта работа действительно сложная. Как к этому подходил я в свое время? Я из тех людей, которые не любят беспричинно упарываться и вредить себе и своему здоровью. Поэтому, в какой-то момент, когда туда приходишь, ты рисуешь определенные рамки. Это не сразу происходит, потому что вначале ты еще не очень понимаешь, что ты можешь, что ты не можешь. но где-то, может быть, после года полтора ты уже примерно знаешь свою ценность, знаешь, чем тебе нравится заниматься, чем тебе не нравится заниматься. И дальше есть такая фраза, которая звучит как слоган, но она на самом деле правда имеет большой смысл. Это вот build your own McKinsey. Потому что это большая компания, в которой есть ряд кластеров, ряд областей, в которых можно себя построить, можно себя зарекомендовать. То есть есть кластер, например, в одном из офисов дружественных, есть кластер, где ребята очень много работают, очень много, то есть там стабильный заполночь, но, например, очень быстро повышаются. Вот есть такое, значит, определенное, так называемое герцикство, к которому можно примкнуть. Если тебе нравится много работать и за это быстро проматываться, это вот твой угол. Дальше есть угол определенный, где работают поменьше, ну и, соответственно, может быть, повышают чуть поменьше. И там есть определенные индустрии, к которым можно примкнуть, скажем так, в этот кластер и иметь гораздо вообще кардинально другой пользовательский опыт, скажем так. Вот мы, когда с Катей начинали встречаться, Катя работала, ну там, сильно больше, чем я, при том, что мы работали в той же фирме. Мой рабочий день был скорее, скажем, не знаю, с 9 утра до 9 вечера, даже в московском офисе. Катин был там сильный заполночь. И на самом деле был вопрос в том, что вот Катя была еще достаточно начинающей позиции, и вот она примкнула к этому там более, так сказать, работящему герцогству. А я сделал выбор осознанно, у меня никогда не было задачи избираться в партнера там в 25, и я осознанно сделал выбор не пойти туда, а пойти в другой кластер людей, где, скажем, люди более приемлют, более размеренный режим работы. и я должен сказать, что при этом, когда вы делаете себе такие рамки и такую стратегию, не обязательно у вас на самом деле как-то замедляется ваша траектория. У меня были очень хорошие результаты еще, потому что я как раз нашел тут для себя так называемый sweet spot, локальный оптимум, в котором мне было очень легко и комфортно работать, и я выдавал хороший результат, что там подтверждалось моими рейтингами высокими и так далее. Поэтому я бы так сказал, что в среднем, да, это тяжелая работа и нужно много времени ей уделять, но можно отстроиться, можно найти вот тот угол, которому будет комфортно, где вы будете чувствовать себя хорошо. Расскажи, есть ли у тебя какие-то лайфхаки по выстраиванию лайфстайла в сложные времена? Было много вопросов. Да, мне кажется, главный... Повтори вопрос. Да, был вопрос от моего уважаемого замечательного ассистента. От вас, анализирую ваши вопросы. про то, какие есть лайфхаки по работе в сложное время, когда тяжелый лайфстайл? Ну, на самом деле, на мой взгляд, самый главный лайфхак это не попадать в такую ситуацию. И для этого что важно? Для этого важно понимать, вот, когда тебе звонят и пытаются тебя как консультант заманить на проект, тебе важно понимать, кто за этим стоит. И там есть ряд красных флагов так называемых и маркеров, которые помогут тебе понять, что туда не надо. И что это могут быть за маркеры? Но я приведу пару примеров, их несколько. это маркер, ну, самое простое, это клиенты, индустрия и, скажем так, команда, то есть, лидершип на проекте. Ты за временем понимаешь, что есть ряд людей, у которых стабильно, с кем ты не поговоришь, что с ними работают, они просто тупо работают, это очень много. То есть, вне зависимости от ситуации, вне зависимости от клиента, там всегда будут, в общем, ребята, которые правда много работают. Я думаю, что это, наверное, их осознанный выбор, но мой осознанный выбор, в свою очередь, это туда просто не ходить и как-то там красиво слиться и найти себе какую-то альтернативу. Вообще, конечно, высший пилотаж, в этом смысле, если говорить про консалтинг, это на момент звонка от каких-нибудь партнеров, которым ты не очень хочешь работать при всем уважении, ты уже имеешь из себя следующий проект, который ты нашел, потому что вот ты знаешь, где твой кластер, с которым тебе классно, и ты его держишься. Либо ты уже за рубеж остатился, и как бы ты уже договорился, уже как-то неловко. То есть, да, на самом деле, самый главный лайфхак это избегать этих ситуаций и пытаться найти себе тот угол, в котором будет комфортно. И опять же, есть ребята, для кого комфортно много работать, быстро проматываться, и мое им глубокое уважение и почтение. Я говорю, я только за, что они такие молодцы, но я вот для себя отстроил немножко по-другому, построил на Кинзе в другую сторону. Конечно, отвечая на следующий вопрос, вопрос такой, были ли моменты за 7 лет, когда все хотело броситься и уйти из фирмы? И такие моменты, конечно, были. То есть, вот этот локальный оптимум, о котором я рассказал, он был достигнут путем, ну, скажем, проб и ошибок. Я бы сказал, что вот траектория, которая была у меня, и мне кажется, она похожая вот у многих ребят, за кем я наблюдал в конторе нашей, она была такая, что у тебя, когда ты приходишь, первые полгода у тебя есть эйфория от того, что ты попал в Макинзи, что вокруг такие классные люди, что вы решаете задачи уровня CEO, там, мэров и министров, а тебе там, не знаю, мне было 20 годов на тот момент, и ты думаешь, боже, вот это да, вот это курсская аномалия, и как классно, что я оказался в этой, я как и оказался в этой, в этой прекрасной струе. Но потом, в какой-то момент, эйфория проходит, этот адреналин заканчивается, и остается, ну все-таки тяжелая работа, пока ты еще не научился, пока ты еще не освоил вот этот необходимый, там, так называемый тулбокс, то есть инструментарий, который нужен для этой работы. И вот у меня это было, наверное, с полугода, где-то до года и трех месяцев, когда я, когда было тяжело, когда я еще не умел все то, что надо уметь, когда я еще, у меня еще такой совсем не бизнесовый бэкграунд, как я говорил, физик-теоретик, поэтому мне всегда хотелось сделать там качественно, ну то есть не то, что, как сказать, мне хотелось сделать все до мышей, до последнего уровня детальности, а это, конечно, в консалтинге вообще смерти подобно. В общем, был ряд, был определенный период, когда работы было все так же много, изначальная адреналин и эйфория прошла, и я себя задал вопросом, зачем, почему я сейчас на теоретической физике в любимом Кембридже схожу там мимо статуи Ньютона, почему я как бы слайды тут ночью сижу лобая. Был такой момент, но, знаете, он прошел, потому что вот с этими, с этим же напряжением ему сопутствует все-таки опыт и летные часы, которые позволяют выйти на там следующий уровень продуктивности, а главное, следующий уровень вот этого самого 80-20, потому что ты начинаешь понимать, куда посмотрят клиенты, партнеры, куда они посмотрят, где подзабить, где поднажать, и в итоге, когда ты находишь, это в первую очередь вопрос, на самом деле, к моей собственной эффективности даже был, когда вот ты находишь этот, скажем, оптимум, жизнь становится сильно проще, и вот с тех пор, вот все, прямо чтобы все бросить и уйти с фильма, мне не хотелось, но вот единственное, что, наверное, последний уже год, и много было вопросов о том, почему я ухожу и куда, так что давайте, может быть, к этому тоже пойдем, вот последний год, я уже начинал активно посмотреть по сторонам, у меня все еще не было, что все, я все бросаю, убегаю прямо сейчас, но было ощущение, что да, значит, пора начинать смотреть, и что это такое было, значит, я как перевелся в Париж, как какой-нибудь проекта, и дальше в какой-то момент я повысился благополучно до младшего партнера, что такое младший партнер, это роль, когда, это роль, в которой ты курируешь два-три проекта, независимых, отдельных, либо как директор проекта, то есть ты скорее, скажем, задаешь направление проекта, но не обязательно операционно вовлекаешься в рисование слайдов и т.д., но либо как эксперт, в каких-то темах ты выступаешь носителем сакральных знаний и периодически команда извлекает их из твоей головы и кладет на слайды, вот такая роль, это одна большая ее часть, а вторая ее большая часть, это уже client development, то есть у тебя есть, тебя себя спрашивают, твои клиентские отношения, твои клиентские проекты, которые ты завел, и т.д. Вот такая роль. И на мой взгляд, это опять же мой, собственно, опыт, я понял, что эта роль мне не очень подходит. Почему? Потому что в этой роли, на мой взгляд, гораздо больше, чем в предыдущих ролях, требуются уже навыки, скажем так, требуется уже знание тех правильных людей, которые готовы будут за тебя впрячься и продолжать тебе двигаться дальше. Это всегда так, но я бы сказал, что на младших ролях, на ассоциации, на ассоциации другого телепроектов, это в меньшей степени так. То есть там можно, скажем так, просто делать хорошую работу, и рано или поздно, рано или поздно, ты, скажем, прорабатываешься. На этой роли уже осуществить партнер, уже становится чуть меньше, просто что ты делаешь, и чуть больше становишься, с кем ты это делаешь, и кто за тебя будет готов поручиться и впрячься. Вот есть вот этот аспект, первый. А второй аспект есть, что эта работа становится в каком-то смысле это откат к позиции там, BA или ассоциата. Почему? Потому что у тебя вместо одного, скажем, такого, или, скажем так, даже уточню, BA и ассоциата с достаточно неструктурированным руководителем проекта. Почему? Потому что, когда ты там BA и ассоциат, если у тебя не очень хороший руководитель проекта, тебе постоянно прилетает какой-то, прилетает какая-то ерунда, которую нужно срочно перешать, иначе все сгорит. И вот в этой роли ассоциат партнер немножко была похожая история, что у тебя появляется некий неструктурированный поток, который тебе нужно обрабатывать в достаточно сжатые сроки, как это принято и не зря говорят, что ассоциат партнер это 80% ассоциат и только 20% партнер. Вот. И на самом деле еще третий есть момент, что ассоциат партнер это та роль, с которой можно уже очень качественно и хорошо уйти в индустрию на такие же деньги или даже на большие деньги, при этом с, скажем так, с сравнимым или там сильно более спокойным даже фронтом работ. Что я и выбрал. И последний фактор, четвертый, который я тоже быстро скажу, есть еще фактор ролевых моделей. Что я имею в виду? Потому что ассоциат партнер по сути это такой трайл период партнера, где ты примеряешь на себя вот эту уже по сути партнерскую роль и смотришь, подходит тебе такое или нет. И если тебе нравится, то это прекрасная возможность, чтобы из нее уже дальше перейти в партнер. И я должен сказать, что вот я когда смотрел на партнеров, с кем я работал, которых я безумно уважаю, они очень классные, они супер умные люди, что они только там не позаканчивали и как они там прекрасно могут выстроить статистическую цепочку, что угодно. Но я понял, что я не хотел быть как они и что я имею в виду, в частности, все эти люди, хотя они уже на высоких позициях, они все еще супер-супер-супер много работают. И опять же, есть люди, которым это классно, их, грубо говоря, штырит от этого ритма, от этого драйва, от того, что клиентские встречи каждый день. Я понял, что меня этот ритм уже скорее утомляет. Мне было бы класснее провести, не знаю, вечер с женой, а не фигачить слайд всю ночь, как иногда бывает уже даже на этой роли. Поэтому я решил, что, наверное, если очень классно, что есть люди, которым это нравится, я их глубоко уважаю, но мое, настало пора мне смотреть еще куда-то. Тем более, что поле возможностей, которое у тебя есть после высокой роли в консалтинге, оно правда впечатляет. Был вопрос про то, за что ценят консалтинг, и повышают должности и так далее. Ну, вот он связан как раз с тем, что я говорил. Вообще, консалтинг, как сущность и очень структурная, так сказать, единица, он очень хорошо структурирует, в том числе, требования каждой роли. То есть, есть определенная сущность McKinsey, которая называется модель развития лидерства, есть четкие измерения, типа, качество проблем-солвинга, типа, глубины твоих познаний и т.д., напротив которых прописываются конкретные требования по роли, там, у бизнес-аналитика, то есть, у младшего, юного консультанта, они там совсем другие, чем у, например, там, партнера. Но они есть у каждого. И формально есть механизм оценки, по которому вот все эти навыки, они, каждый человек, он проверяется по этим шести навыкам. И там, коллегиальный орган вставляет ему оценку, что, допустим, он классный проблем-солвер, но, допустим, он плохо работает с клиентами, поэтому в среднем у него там будет такая-то оценка. Это то, еще, конечно, все-таки, как в любой фирме, в любой организации, где все-таки это, так сказать, человеческий бизнес, там очень важно количество, там очень важно, с кем ты работаешь, кто за тебя вступится и т.д. Конечно, есть еще элемент того, есть ли у тебя круг поддержки, который за тебя поручится и поможет тебе, ну, там, скажем, быстрее повышаться. И это такие вот межличностные отношения, которые важны, ну, в любой компании, наверное, но и в консалтинге тоже, потому что, особенно после какого, то уровня, когда решения будут для того, например, чтобы избавиться от партнера, буквально для тебя, для тебя там икс партнеров должно сказать, что да, это вот тот человек, который должен стать нашим партнером. Поэтому я бы сказал, что это микс между твоими вот интризикс и твоими качествами такими формальными и, конечно же, поддержкой твоего окружения, которая немножко перебалансируется по ходу карьеры в сторону поддержки окружения. По сравнению с Францией и Москвой много было вопросов про лайфстайл, про карьерный рост, в чем специфика. Да, были вопросы про разницу от работы во Франции и в России. И, кстати, там еще был вопрос, почему Франция, а не США. Я там кратко отвечал. Это, на самом деле, было спонтанное решение, почему не США. Но, в частности, потому что это Европа и нам с Катей вообще Европа по духу ближе, по крайней мере мне, мне кажется, Катя тоже может подтвердить, ближе по духу и ближе к семье и так далее. При том, что и к Штатам я тоже прекрасно отношусь, и Катя тоже. Я много времени провел в Штатах и поработал. Но мне как-то вот культурно и лично ближе к Европе, чем в Штатах. По поводу разницы Франции и России с точки зрения работы в консалтинге. Может, кстати, США тоже захватит, что там работал? Интересно. США? Ну, можно, да. Можно США еще захватить. Я бы сказал из этих мест, что, на мой взгляд, вот если сравнивать из страны, то в Россию идут самые классные, самые мотивированные и самые сильные ребята относительно пула людей, которые есть. Что я имею в виду? Во всех странах, грубо говоря, представим топ-10 вузов страны, которые выпускает каждый из этих трех стран, которые выпускает там определенный выпуск, ребят, которые должны найти себе место работы. Вот в России есть ощущение, что самые классные ребята, по крайней мере, в мое время, я уверен, что до сих пор так же, они будут рассматривать консалтинг как вариант топ-1, компаний типа, ну там, топ-3 работодателя, скажем так, компаний типа там McKinsey, BCG, Bain и т.д. во Франции и в Штатах это не так. Во Франции и Штатах скорее будут, это все еще будет топ-выбор, но скорее, скажем, топ-10, и ребята, скажем, из условного политехник во Франции или там из условного MIT в Штатах, они тоже, конечно, пойдут в, будут рассматривать консалтинг, но многие из них пойдут еще в альтернативы, которых в России просто нет, что индустрия не развита. Типа Private Equity в России почти не существует, типа стартапов, которые там Venture Backed в России тоже очень мало, к сожалению. Сейчас тех потихонечку появляется в России и начинает становиться все больше, что там Яндекс хорошо растет и Google там растет и т.д. Сбер тоже как такая полутехническая полуфинансовая компания, но все же это еще ничто по сравнению с тем, что предлагают на выходе в Западе компании типа знаменитого FUNK и т.д. Поэтому я бы сказал, что в России в целом ребята на входе они получаются наверное сильнее, чем то, что я видел во Франции и в Штатах, конкретно вот в консалтинге. Плюс еще на это влияет факт, что в России в консалтинге зарабатывают прямо очень много относительно рынка, относительно альтернатив, то есть несравнимо много, несравнимо больше, чем, например, эта разница там McKinsey против другие компании, которые принимают на этом уровне, она там кратная. В Европе у тебя не будет кратной разницы, в Штатах тоже не будет. Даже бывают места, где можно уйти, ну, честно говоря, с большими зарплатами, чем в консалтинг. Поэтому немудряно, что приходят сильные ребята. Соответственно, поскольку такой, скажем так, поскольку такой конкурс, поскольку действительно в России можно особо не выбирать, можно сказать, самые лучшие ребята к тебе и так придут, в России больше работают, в России выше планка вот именно по, скажем так, отдаче себя фирме. Что я имею в виду? Меня поразило, как-то раз я уже возвращался, уже работая в политическом офисе, возвращался в Москву по каким-то своим делам и зашел в офис московский и увидел ребят, которые, кажется, в пятницу 8 часов что-то там сидели и такое было ощущение, что у них там рабочий день был полный, недобитые коллеги, кто-то еще кому надо там кровь из носа что-то закончить, но это исключение. То есть, в целом, есть ощущение, что в Штатах, и в Штатах, в Штатах, я помню, что у меня, я был руководителем проектов Сан-Франциско, мои бизнес-аналитики возмутились, когда я хотел поставить какой-то звонок, по-моему, на 5 или на 6 вечера в пятницу, они сказали, в смысле, я сказал, что? Он говорит, ну, 5 вечера вообще-то можно уже, пожалуйста, без этого? А там был какой-то правда важный звонок, но, в общем, мои бизнес-аналитики слились и сказали, что мы в такое время работать не готовы, хочешь звонить, созваниваться в 5 вечера с экспертом, созванивайся сам. В Москве, конечно, так бы не получилось. Поэтому я бы сказал, что в Европе гораздо более, ну, не гораздо более, но все-таки расслабленный лайфстайл. Скорость карьеры. Да, скорость карьеры. И есть еще вот этот момент, действительно, что и в России все-таки в среднем ребята проматываются, то есть повышаются сильно, сильно, сильно скорее, что в том числе связано с тем, что они много вкладывают, да, то есть они много вкладывают часов, и за это, ну, условно, у них сокращается вот это время в абсолютных календарных днях, потому что они при одинаковой норме выработки, скажем так. Но вообще, вот есть ощущение, что в России, скажем так, принято скорее спешить по Карее. И, кстати, в Штатах тоже. Вот здесь вот штаты Франции расходятся. В Штатах тоже скорее принято, что очень часто бывают такие, ну, молодые очень партнеры, то есть там, не знаю, 28-летние иногда бывают, 30-летние бывают, достаточно спокойно и в России, и в Штатах. В Европе скорее нет. В Европе принято карьерой наслаждаться и ее проживать, а не спешить, не гнать никуда, и поэтому типичная ситуация, что, я, кстати, вот могу привести пример, я как руководитель проекта был ситуацией, когда все мои члены команды, включая бизнес-аналитику, были старше меня, потому что ребята там, во-первых, поздно пошли в университет, потом еще учились, там еще, может, PHD получали, стажировались, и да, вот есть этот разрыв, что во Франции оно происходит медленнее. И отдельный вопрос, это хорошо это или плохо, потому что можно просто, опять же, вот работать как французы, там, чтобы в 9 вечера никого не было, и чтобы было время на ужин, на спортзал, на что угодно, если вы так хотите, и, соответственно, вы будете проматываться чуть медленнее, ну, и бог с ним, будете партнером не в 30, а в 32. Никто от этого не умрет, может быть, даже наоборот. Вот. А есть ребята, которым важно, хочется быстро, быстро, быстро работать и быстро достичь каренов высоты, это тоже нормально. Это, наверное, скорее, про выбор и про то, в каком лагере вы. Да, и вот можно выбрать так и так. Был вопрос, если бы вернуться в базовую точку, пошел бы я с тобой в консалтик или выбрал бы что-то другое? Если я вспоминаю тот выбор, который у меня был, вот когда я заканчивал Кембридж, как я говорил, когда у меня был выбор, собственно, в PhD-патриотической физике, hedge funds или консалтинг, да, я бы снова пошел в консалтинг, потому что это была очень крутая работа, которая много у меня научила, которая позволила мне посмотреть весь мир без преувеличения. То есть я работал, я тебе говорил, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Мангкоке работал, еще не говоря про то, что про тренинги, то есть в Гонконге я был на тренинге, в Австрии был 500 раз на тренингах, в Голландии, короче, где я только не был, я как-то на Гавайи даже летал, была такая практика, по-моему, до сих пор, кстати, есть, когда работал в Сан-Франциско, что можно было не возвращаться домой, в Москву, в моем случае, на тот момент, если это какой-то очень сложный, далекий перелет, а можно остаться и вот условно бюджет, который был бы потрачен, можно потратить на исследование каких-то окрестностей, так что я благополучно тогда слетал на Гавайи, я там по Калифорнии поездил, было очень хорошо, поэтому этой фирме, конечно, я очень многому научился в этой фирме, я много за что благодарен, конечно, за то еще благодарен, что я съедал прекрасную жену, жена, привет. Жена сидит, вопросы ваши читает. Да, это тоже было совершенно великолепно, и это, кстати, было здорово, что на самом деле есть этот момент, который может быть не такой очевидный, но, и по-моему, Катя когда-то про это писала тоже, но... Нет, это мы с тобой обсуждали. Это, ага, про то, что консалтинг, по сути дела, для тебя определенный фильтр и набирает вокруг тебя тоже классных, целеустремленных людей, которые, наверное, близки тебе по духу, потому что вы оказались с ними в одной компании, и вы прошли одинаковый фильтр. И вероятность, что найдешь тебе кого-то очень близкого по духу, по амбициям, по способностям, по интеллекту, она, ну, сильно выше, чем в каком-то другом пуле людей. Поэтому вот за это я тоже, конечно, консалтинг благодарен. Поэтому мой ответ на ваш вопрос, безусловно, безусловно, да, я бы вернулся и еще раз бы прошел этот путь. Про эксит. Скажи, какие бывают варианты эксита в разных странах, в России против Европы, например, и куда можно уйти с позиции EMA и EIP? Да, был вопрос про эксит, какие бывают возможности для эксита и куда можно уйти в зависимости от позиции. Ну, в целом, логика примерно такая, что бизнес-аналитика и ассоциата, то есть это позиции вот эти первые ранние, на них обычно уходят на такие хорошие позиции, но скорее позиции, наверное, не руководящие, потому что у вас, иногда бывает, но это скорее исключение, потому что у вас формально не было опыта управления людьми. То есть это вот бизнес-аналитика, ассоциата, это первые, скажем, позиции в компании. Дальше вот эти возможности становятся сильно лучше, когда вы переходите на руководителя проектов и дальше, наверное, на младшего партнера. Почему? Потому что как руководитель проектов у вас уже есть железобетонное доказательство, что вы в очень сложном контексте умеете управлять людьми и достигать классных результатов. А это, собственно, то, что ищут от руководителей, что они придут, что возьмут команду и заделиверят какой-то там правильный, хороший результат. там младший партнер примерно тоже, но может быть даже чуть-чуть более синер роли. И, конечно, консалтинг в этом смысле, знаете, иногда говорят, что год консалтинга считается за там 2-3 года в индустрии. Иногда про это имеют в виду часы работы, но иногда имеют в виду еще тоже ускорение карьерного трека. Потому что особенно в России, кстати, Россия этим уникальное место, ну, Штаты, может быть, еще в коей степени, после этих позиций типа руководителя проекта или младшего партнера, ребята наши уходят как бы супер, супер удачно. Есть ряд выходов на там СИО минус 2 и минус 1 крупных российских корпораций, которые там все вы знаете. Один мой уважаемый товарищ, я не знаю, здесь с нами или нет, но один по имени Роман Семенович стал директором по стратегии там топ-10 банков в стране после младшего партнера на Кинзе. Еще один мой товарищ вышел достаточно недавно вот стал кто он теперь, депьюти СИО в Яндексе, который отвечает за за все, что касается фуд, фудтеха и так далее. То есть эти выходы очень хорошие, особенно на самом деле в России у вас есть очень классная, уникальная возможность, те, кто у вас в России, потому что вы не соревнуетесь здесь против такого устоявшегося, уплотненного менеджерского класса, как во Франции. Что я имею в виду? Во Франции вот у меня клиент был банк, например, очень большой банк, там 4 раза больше, чем Сибербанк, то есть такой мощный международный тролливаль. Но если смотришь на его правление, там менеджер средний возраст 60 лет, соответственно, минус 1 люди от них, они им там лет по 50, минус 1 еще лет по 40 и т.д. И вот есть такая плотная прослойка в Европе, не принято, чтобы у тебя был 30-летний СИО, если только это может быть какой-нибудь там юный стартап. А вот такие большие состоявшиеся компании, ну это просто так и так не делается. В России такие возможности есть, и вот как раз консалтинг это очень хороший, скажем так, способ срезать путь и попасть в ведущие позиции в руководстве, достаточно оперативно, проскочив много-много этапов в вашем карьерном развитии. Поэтому да, если кто-то хочет себе карьерную катапульту, то это точно прекрасная возможность себе ее организовать. Расскажи, куда ты ушел. Да, я извиняюсь, это я уже с непривычкой мне уже становится тяжеловато говорить, я чуть глотну воды. Вообще, какая моя ситуация? Когда я понял, что я подустал от этой работы и готов уже потихонечку двигаться дальше, я стал смотреть на те ролики, которые есть. Есть, кстати, классный сервис еще прямо заточенный на трудоустройство консультантов, потому что консультант это там человек с определенным профилем, который хорошо подходит под руководящие роли, под роли в трансформационном офисе и так далее. Есть службы, которые конкретно берут и помогают найти консультантов в следующую позицию. И они понимают, сколько консультантов хотят получать, сколько они привыкли получать. И поэтому я нашел, благодаря одной из таких служб, я нашел себе вакансию в одной технологической компании. Может быть, чтобы было интереснее, может быть, я вам буду какие-то ассоциации, чтобы мы сделали большой интерактив, я могу давать какие-то свои ассоциации и ключевые слова, а тот, кто угадает, что это за компания, тот будет молодец. Давайте сделаем так. Мы это не планировали. Это экспромт. Экспромт. Давайте так. Во-первых, это технологическая компания, во-вторых, она стоит 250, мне кажется, миллиардов долларов, может быть, больше на текущий момент. Во-вторых, она производит продукты, которыми пользуются многие уважаемые корпоративные клиенты, в том числе, кстати, McKinsey. McKinsey пользуется их продуктами. Эти продукты, один из них, может быть, вы знаете, это Tableau, такое средство визуализации, средство визуализации данных. Второй из них, который может быть больше на слуху, да, мне кажется, у нас был правильный ответ, второй был Slack. Slack это корпоративный мессенджер, который недавно купила за 30 примерно миллиардов долларов компания Salesforce, как правильно сказала Miss Hannes, да. Есть такая компания Salesforce, она может быть менее известна тем из вас, кто не работал в крупной корпорации, но она суперизвестна тем, кто, скорее всего, работал. Это лучше, наверное, CRM-решение на рынке. И теперь они очень много очень крутой работы делают в отношениях с клиентами, тем, чтобы обслуживать их, не просто, так сказать, вести с ними отношения, а там целостно их обслуживать и после. Это, на самом деле, очень прогрессивная, прикольная компания. У них есть в Сан-Франциско, в центре Сан-Франциско классный, красивый небоскреб, стеклянный. И моя роль, чем я буду этим заниматься, она называется директор по покрытию клиентов. По-английски, если более точно, то это, господи, director of strategic client advisory. Да, ответ был Salesforce, кто не услышал. Вот. И моя роль заключается в том, чтобы придумывать, как правильно обслуживать крупных корпоративных клиентов, потому что Salesforce работает с большими, с гигантскими другими корпорациями и продает им, по сути, свои технологические решения. И моя задача будет придумывать, как это правильно делать, чтобы они хорошо продавались. То есть, это что-то на стыке, ну, sales strategy, да, по стратегии продаж. Это что-то на стыке, может быть, внутреннего консалтинга и так далее. И это европейский уровень, то есть, в Salesforce есть европейский хаб, который обслуживает в целом взаимодействие Salesforce с его, соответственно, клиентами из Европы. Вот такая у меня роль. Я буду базироваться в Париже. Я должен сказать, что просто, чтобы вы понимали, я буду получать еще больше даже, чем associate partner, что очень приятно. То есть, очень круто, что такие компании, они ценят вот этот профиль. Навыки консультантов и готовы доплачивать им даже премиум относительно их текущей работы, только чтобы они пришли. Поэтому, да, всем спасибо за поздравления. Я тоже очень рад. Я уже получил свой MacBook Pro и в понедельник приступаю к выполнению обязанностей. И я надеюсь, что это будет очень классная, классная, классная эра, которая, конечно же, на самом деле, честно говоря, подготовила меня к консалтинг. Я думаю, что я был бы близко не там, если у меня был бы другой путь. И если бы я работал, может быть, в каком-то другом теке. Я хотел пару слов, пока у нас есть еще, да, подвести итог. Спасибо большое за ваши вопросы. Мне было очень интересно на них отвечать и поразмышлять о своей карьере, о работе в консалтинге. Я хотел сказать, что, конечно, консалтинг провел очень большое, произвел очень большое влияние на мою жизнь по всем причинам, которые я озвучил. И я рад чему, что у меня есть возможность теперь, поскольку я больше не работаю в Макинзе, помогать ребятам, кто хочет тоже идти в консалтинг, готовиться к нему. Мы уже говорили с Катей на эту тему, и я буду рад выступить как ментор на ближайших Катей на курсах про консалтинг. Покори консалтинг для тех, кто только начинает изучать тему или через кейсы кофером. Я думаю, буду очень полезен, потому что я на самом деле интервьюировал в консалтинг достаточно много. Мне кажется, десятки, если не сотни, интервью провел. Я отдал тоже там десяток и не один офферов в парижский офис. И я, конечно же, не буду вам рассказывать все секреты отбора. Неправильно, неэтично, но я буду очень полезен тем, кто может быть уже на финишной прямой, хочет потеренироваться с опытным человеком, который, собственно, партнером Макинзи, по сути, который и в первом раунде интервьюировал, и во втором, и который может вам уже вот глазами именно интервьюера что-то подсказать. Поэтому те из вас, кто интересует консалтинг, пожалуйста, напишите в директ консалтинг по-русски. Мы с вами свяжемся и обсудим, как можно будет помочь вам в этом прекрасном начинании, чтобы и вы тоже попали в консалтинг. Чтобы, скажем так, если я как теоретический физик смог попасть в консалтинг и достичь там определенных высот, я уверен, что и у вас тоже все обязательно получится, вне зависимости от возраста, вне зависимости от вашей специальности. Касался к тем хорошим, что он берет всех и принимает всех, ценит широту мышления, широту взглядов и помогает их наставить на, сказать, очень удачный, прекрасный карьерный путь. Поэтому приходите, я буду рад с вами поработать и, конечно, поучаствовать как ментор в катенных курсах. На этом, наверное, будем загружаться? Да, сейчас осталась одна минута как раз. Да, осталась одна минута. Спасибо вам еще раз. Не забывайте писать консалтинг в директ артов карьеры. Вот Катя очень хочет... Друзья, большое спасибо, что всем пришли. Мне кажется, это самый популярный эфир в моем аккаунте за почти три года уже существования этого блога. Поэтому было очень приятно с вами пообщаться. Я была все время рядом. Рядом, точнее, как удалось как говорила покинуться на кинзе, чтобы участвовать в своем проекте. Да, можно и так сказать. Можно и так сказать. Можно и так сказать. Но так или иначе, да, спасибо вам огромное. Мы с вами на связи. Эфир сейчас постараемся сохранить. И приходите на наши курсы, чтобы тоже попасть в консалтинг. Всем чудесного вечера. Пока. Спасибо. Пока-пока.